После оккупации Крыма в Москве начали орать «Россия встает с колен». В переводе с московского языка пропаганды это означало «Империя оправилась и жаждет захватов». Но в Украине имперскую экспансию на Донбасс обломали и в Сирии вместо Блицкрига тоже вышла затяжная война. В ходе нее Москву еще и вынудили поучаствовать в уничтожении своего детища – ИГИЛ. Путин оказался в положении Гитлера и вместо Сирии Блицкригов и Триумфального шествия операции «Русская весна» получил затяжную войну, идущую пятый год. Может поблагодарить своих западных партнеров, что она пока шла в очень щадящем режиме для РФ. Но всему есть предел и высылка из 27 стран дипломатов РФ показывает – он наступил. Московия сейчас начала всерьез опасаться не авиаударов НАТО, которыми она тешит себя перед сном 70 лет, а своего распада. Насколько в Москве этого серьезно боятся, демонстрирует усиление оккупации Дагестана, региона с 3 миллионами населения, где почти нет колонизаторов, кроме так называемого терского казачества. Так исторически сложилось. Этот регион долго не привлекал внимания Москвы по двум причинам – из-за отсутствия ценных для экспорта ресурсов и своего многонационального состава. По этим причинам в Дагестан не было наплыва русского мира, как в соседней Баку, и не было великих выселений народов из него ни при царях, ни при Сталине. Москва не устраивала и голод для его очистки от коренного населения, как в Поволжье и в Украине. Царская и советская бюрократия концентрировала усилия на колонизации Кубани и Пятигорья, а на Дагестан смотрела как на малоперспективный регион и управляла им по образцу колониальной политики европейских империй в Африке. Выделялся этнос, пользующийся доверием империи, который становился ее младшим партнером и старшим братом для других, ответственных за порядок. Эта точка зрения стала меняться после выхода из империи Азербайджана, Армении, Грузии и российско-чеченских войн, но не кардинально, так как сто этносов Дагестана не спешили оформляться в единую нацию. Москва чувствовала себя в Дагестане уверенно, глядя, как проваливаются все попытки чеченцев поднять на борьбу с империей народы Дагестана. В Москве 25 лет продолжали пребывать в уверенности, что твердой ногой стоят в Дагестане и всегда смогут удержать под контролем ситуацию в нем, по примеру Грузии, для дестабилизации которой использовали Абхазов и Осетин. Но с 2015 года в Москве по ряду причин стали постепенно терять эту былую уверенность. Причины были внешние и внутренние. Внешние – формирование с осени 2014 года военно-политического союза между Азербайджаном, Грузией и Турцией и обострение отношений с последней. Москве отношения с Турцией удалось подправить, но союз этих трех стран не только никуда не делся, но наоборот упрочился, и его направленность против РФ и ее сателлита Армении очевидна. Победа Азербайджана в апрельской войне 2016 года и рост антироссийских настроений в Армении стали новым тревожным звонком для Москвы на фоне ее увязания в войнах в Украине и Сирии. Эти внешние факторы оказывали прямое влияние и на тихое убегание Дагестана от Москвы. За 25 лет процесс консолидации этносов Дагестана в единую нацию продвинулся не только в регионе, но и в сознании московитов, давших его жителям собирательное имя Даги. Московским колонизаторам, как обычно, лень вникать в этнические подробности, и если при царях они все тюркские этносы называли татарами, то сейчас русскому уму проще всех жителей Дагестана назвать Дагами, чем разбираться в кумыках, аварцах, татах и так далее. Слишком много слов для русского ума и бесполезных с его точки зрения. Эти Даги за 25 лет не только успели консолидироваться в нацию, но и обзавелись интеллигенцией, администрацией, политическим менеджментом, финансовыми группами и постепенно все меньше стали связывать свое будущее с Химерой Россия. В Москве это ясно поняли в период протестов против системы Платон, когда увидели, что дагестанцы, кубанцы и сибиряки выступают в них наиболее активными и консолидированными группами. В результате к лету 2017 года в Москве совсем осознали, Дагестан оформляется в нечто типа отдельного улуса по образцу Чечни, но менее авторитарного и без такого султана, как Кадыров. То, что в Дагестане нет одного волевого султана, для Москвы скорее минус, чем плюс. Одного султана ликвидировать легче, чем группу противников, которая не имеет четкой персонификации в лидере. В Москве всегда мыслили в парадигме вождь и массы, но в Дагестане вслед за Украиной столкнулись с проблемой. А что делать, если нет султана, который взбунтовался против Падишаха, и нельзя объявить борьбу с какой-то очередной Махновщиной, Григорьевщиной или Бандеровщиной? Так как такой протест не поддается персонификации. Имперский ум Москвы не стал страдать с изобретением велосипеда, а прибег старой колониальной практики – тотальная зачистка по всем направлениям. Во-первых, Москва начала в Дагестане с февраля 2018 года так называемую зачистку. С середины 19 века многие национально-освободительные и реформаторские движения в мире называли себя типа «Молодая Италия», «Молодая Германия», была даже «Молодая Россия». А так как РФ недалеко ушла от 19 века, то Москва стремится ликвидировать то движение, которое можно назвать «Молодой Дагестан», устранить местный политический менеджмент и максимально наполнить администрацию края имперскими варягами. Во-вторых, Кремль решил зачистить и бизнес дагестанцев. Для этого 30 марта было одновременно по всей РФ проведено 170 обысков, изъятий и арестов на предприятиях компании «Сума», принадлежащей дагестанцам Зиявудину и Магомеду Гаджиевичам Магомедовым. Несмотря на совпадение фамилии и отчества, они не братья, но оба были в списке «Форбс», богатые люди России и оба арестованы. Арестованы также минимум два топ-менеджера «Сумы» – дагестанец и азербайджанка. В-третьих, 2 апреля Шойгу объявил о передислокации всей Каспийской флотилии РФ из Астрахани в дагестанский город Каспийск. Предлог надуманный – якобы устье Волги и северная часть Каспийского моря ежегодно замерзают, и флотилия не может зимой выйти на выполнение боевой задачи, если потребуется. С кем РФ собралась вести войну на озере Каспий, можно только догадываться. Настоящая причина – в Кремле решили увеличить число русских в Дагестане методом перевода туда моряков и их семей. Аналогичную политику по разбавлению населения Москва с 2014 года реализует и в оккупированном ею Крыму. Моряки – не единственные силовики, которых империя направляет в Дагестан для усиления в нем своего военного присутствия. ФСБ и полицейские части из РФ зашли в Дагестан в большом количестве еще раньше, особенно массово в феврале, и регион с 2017 года все чаще фигурирует в сводках КТО – карательно-террористических операций, которые Москва проводит в рамках своей 200-летней войны на Кавказе. С 2016 года идет активная милитаризация Краснодарского и Ставропольского края, но Дагестан в нее начинают включать только сейчас, опасаясь его детонации в случае боевых действий в Грузии и военного столкновения между Арменией и Азербайджаном. Война на Кавказе может стать катализатором к процессу прощания Дагестана с химерой Россия, и Кремль спешит подстелить соломку везде, где, как он полагает, может загореться, но забывает, что солома горит не хуже, чем поролон в зимней вишне.